Здравствуйте! Это итоги, прошедшие в Ростовской области недели. В студии Всеволод Гимбут смотрите в этом выпуске. Снятие ограничений, что изменится в области с 1 февраля. Группа риска. Врачи ростовских больниц проходят вакцинацию от коронавируса. Ремонт в честь победы. МинДЖКХ проверила качество благоустройства подъездов в домах, где живут ветераны Великой Отечественной. Парковка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые правила для спецстоянок. Больше пяти с половиной тысяч человек вакцинировано от коронавируса на Дону. В феврале ожидается еще 100 тысяч доз вакцины. Об этом и многом другом рассказал губернатор на ежегодной пресс-конференции. Василий Голубев отвечал на вопросы журналистов почти три часа. Василий Голубев напомнил, что вакцинация добровольная. В регионе работает 83 прививочных кабинета. Записаться можно лично и через госуслуги. Сам глава региона вакцинироваться собирается. Ждет, когда разрешат врачи. Как у нас иногда говорят, снаряды все ближе и ближе оказываются. И один из помощников, которому у меня не было такого близкого контакта, вот сейчас находится на выздоровлении. Так что мне сказали, еще нужно дней 10 подождать, сдать тесты, тогда уже окончательно решение принимать. Ситуацию с распространением коронавируса губернатор назвал стабильной, даже с некоторым снижением. Поэтому ограничения уже можно немножко ослабить. Театральная общественность обратилась, например, с просьбой приобретать кассы, открыть для приобретения билетов. Мы посоветовались, это возможно, и такой документ будет, например, принят. Общепит активно, достаточно активно обращался и в предновогодний период, и сразу после Нового года увеличить время работы до нуля часов. Мы договорились, что это возможно, и думаю, что в ближайшем документе такое решение также состоится. Не останутся без внимания и предложения бизнеса по мерам поддержки, заверил глава региона. Из-за пандемии областной бюджет потерял 6 миллиардов рублей. В этом году, по предварительным оценкам, потеряет почти полтора. Несмотря на это, тарифы, например, на капремонт в 2021 году повышать не будут. 9 рублей 92 копейки на квадратный метр, как утвердили три года назад. Сегодня обоснованный тариф от 18 до 20 рублей за квадратный метр. Нам удалось за эти три года сделать хорошую работу. Отремонтировано 3 182 дома. Практически ежегодная программа выполнялась. Более того, в прошлом году на два месяца мы освободили людей от уплаты на два месяца. И это стоило фонду 600 миллионов рублей. В условиях пандемии в прошлом году достроено 12 проблемных домов. 851 дольщик получил свою квартиру. Ввод жилья на 9,5% превысил плановые показатели. Промышленное производство выросло почти на 2%. А по экспорту продукции АПК Ростовская область стала лучшей в стране. Среди наших успехов, очевидно, это урожай зерновых и зернобобовых. Более 12,6 миллионов тонн, что на 2,8% выше уровня предыдущего года. Этот результат, кстати, второй в истории Ростовской области по урожаю зерновых и зернобобовых. Экспорт АПК в 2020-м составил 5,9 миллиарда долларов. План этого года 5,6 миллиарда. Василий Голубев высказал свое мнение о переименовании Ростов-Арены в честь ростовчанина Виктора Понедельника. Я думаю, что спортивный объект должен носить имя футболиста, если он на нем играл. Это Олимп. Мы сейчас занимаемся его реконструкцией. Мы приведем его точно в порядок. Он будет всегда деятельным. Этот стадион никуда не уйдет. Он будет всегда для футбола. И там стоит бюст Понедельника. Он присутствовал при его открытии. Почти за три часа губернатор ответил на полсотни вопросов журналистов. В том числе о кадровых перестановках в правительстве, о строительстве Ростовского кольца, областной инфекционной больницы, развитии туристического потенциала Таганрога и работе городоначальника Ростова. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Уже в четверг губернатор Василий Голубев смягчил действующие из-за пандемии ограничения. В Ростовской области предприятиям общепита с февраля разрешено работать с 7 утра до полуночи. Кроме того, возобновляется работа театральных и музейных касс. Свои функции они смогут выполнять при обеспечении всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Новый документ также отменяет запрет для ресурсоснабжающих организаций приостанавливать предоставление коммунальных услуг в случае неполной их оплаты потребителями. На заседании штаба, который прошел на минувшей неделе, помимо смягчения ограничений, также обсудили ход массовой вакцинации от коронавируса в регионе. Создание условий максимально комфортных для людей, понятных, куда пройти, как обратиться, где записаться. Это все уже должно быть отработано. Давайте-ка закончим с этой проблемой. Вот просто в 100% территории, где возможно проведение вакцинации. В отдаленных населенных пунктах планируется работа мобильных пунктов. Минздрав ждет заявок от глав администрации. В Ростове-на-Дону главврачи больниц проходят вакцинацию от коронавируса. За процессом следила наша съемочная группа. Сегодня Игорь Гайнудинов, главный врач городской больницы номер 14, собирается привиться российской вакциной «Спутник Ви». Для начала он проходит осмотр у терапевта и только после идет к медсестре для ведения препарата. По его мнению, каждый врач должен сделать прививку, чтобы обезопасить себя от инфекции. Во всех наших медучреждениях очень жесткие противоэпидемические мероприятия. Это как бы дало свой результат. У нас из 200 человек в поликлинике переболело не больше двух десятков. И, в общем-то, всем медикам, конечно, нужно будет прививаться. В медицинской среде я вот читаю в интернете, что медики что-то там саботируют, бойкотируют. Нет, это совершенно глупость. Медики сейчас активно прививаются. Врачи и медсестры тоже в группе риска. И они готовы вакцинироваться. Особенно те, кто еще не переболел ковидом. А значит, не получили антитела к инфекции. Так, главврач городской больницы номер 6 в Ростове-на-Дону Николай Кочубенник тоже делает прививку от коронавируса. Для того, чтобы мы смогли корректировать ситуацию и управлять пандемией в стране, иметь механизмы борьбы с вирусом, нам необходимо формирование коллективного иммунитета. Данный вид прививки имеет цель формирования этого иммунитета у населения. При наличии данной иммунной прослойки мы достигнем целевых показателей понижения заболеваемости у населения. Врачи рекомендуют всем жителям Ростовской области делать прививку от ковида. Предполагается, что такие методы борьбы помогут жителям России вернуться к допандемийному образу жизни. Мы узнали у жителей города, готовы ли они вакцинироваться от коронавируса. Считаю это ненужным, потому что по сути я не знаю, что представляет из себя эта вакцинация, поэтому я бы не рисковала, не стала. Я всегда делаю прививки, я от гриппа делаю прививки. Я считаю, что это нужно, я не хочу болеть. На сегодняшний день каждый из нас должен ответственно подойти не только к своему здоровью и защитить себя от этой опасной инфекции, но также и защитить окружающих. Массовая вакцинация необходима для того, чтобы прежде всего нам создать коллективный иммунитет, чтобы защитить не только себя, но защитить своих близких и защитить самую уязвимую часть нашего населения, наших граждан, это больных хронической патологии, а также людей старшего поколения. Напомним, что сейчас в Ростовской области открыты 83 прививочных пункта. Записаться на вакцину можно в поликлинике, по месту жительства или на портале госуслуг. Отделение для тяжелобольных пациентов откроется на базе Азовской ЦРБ. В селе Заветном капитально отремонтируют школу искусств, а в станице Мечотинской и Зерноградского района до конца года благоустроят парк. Положительные решения по этим и другим вопросам были приняты на интерактивном приеме губернатора. По просьбе жительницы села Заветное обновят детскую школу искусств. Она была построена больше 50 лет назад. Ремонт в школе не проводился ни разу. И, конечно, состояние далеко от идеального. В настоящее время требуется ремонт кровли, фасада, отопительной системы, канализации классных комнат. Вот я имею перед собой фотографии состояния дела на сегодняшний день. Вот вижу полы, которые там уже старенькие-старенькие. Мебель, которая тоже уже, наверное, не меньше, чем в самой школе лет. Вот что из этого будет сделано? Школу обновят по нацпроекту «Культура», докладывает глава Минкульта. После капремонта закупят для нее музыкальные инструменты и необходимое оборудование. Еще один школьный вопрос из Песчанокопского района. В селе Красная Поляна идет ремонт школы. 1964 года постройки. Дети сейчас занимаются в здании Дома культуры и детсада. А их 255 деток, плюс еще детей привозят из поселка Дальнее поле. Учиться дети учатся в две смены. Ну, тяжеловато, конечно, особенно сейчас зимой приходит сын в позднее время суток. Просьба завершить капремонт до начала учебного года. Министр образования рассказала, что на ремонт выделено 117 миллионов рублей. И, по сути, это будет новый объект со спортплощадками, автогородком и современным учебным оборудованием. Губернатор определил август сроком окончания работ и пообещал, что заедет в учебное заведение в мае. Следующее обращение тоже по школе, только футбольный. Спортивный центр расположен возле трассы Таганрог-Ростов. И на участке 62-й километр нужно поставить светофор, чтобы дети могли приезжать на занятия на общественном транспорте. Сейчас безопасно добраться в школу можно только с родителями на автомобиле. Она будет использоваться не только футболистами, но и рядом работающими уже предприятиями, я думаю. Потому что не все имеют возможность на автомобилях приезжать. И пользуются общественным транспортом люди. Понятно. Хорошо, тогда так и договариваемся. Вот со сроком исполнения июль 2021 года. Там должен появиться светофорный объект, освещенное место, я как понимаю, да, Владимир Владимирович? Да, да, освещенное место. Место должно быть освещено. Ну и вы до конца июля доложите мне об исполнении. До 1 апреля этого года на базе центральной больницы Азова откроется новое отделение для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Из областного бюджета на приобретение модульного здания было направлено больше 12 миллионов рублей. Для Дубовской районной больницы купят новое гастроскопическое оборудование. Установить его планируется не позднее 1 августа. В станице Мечотинской Зерноградского района до конца года завершится благоустройство парка. Очень важный и наболевший вопрос для нашей станицы. На территории станицы проживает более 6 тысяч человек населения. И у нас имеется один единственный парк. Это центральное место отдыха для всех жителей нашей станицы. Причем независимо от возрастных категорий, сами понимаете, там и дети, и пожилые люди. Еще одно обращение от ростовчан, жителей микрорайона Платовский. О сроках строительства моста через Ростовское море. Сейчас приходится стоять в пробках на подъезде к Дамбе. Возведение моста начнется в следующем году, заверил глава Минтранса. Мария Индрикова, Виталий Ступаков, ДОН-24, Ростов-на-Дону. И вот что вы увидите в выпуске далее. Ремонт в честь Победы. Мин ЖКХ проверила качество благоустройства подъездов в дома, где живут ветераны Великой Отечественной. Парковка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые правила для спецстоян. Решить имущественный спор или не согласиться с постановлением органа власти. Для этого необязательно искать суд и ломать голову, как правильно написать заявление. На Дону стартовал пилотный проект по подаче документов в Ростовский, областной и районные суды через МФЦ. В суд теперь можно не ходить, а обратиться в него через МФЦ. Об этом Евгения Шаврак узнала случайно, в интернете. Девушка оформляет спор о выселении жилья. Заходим в обращение, перейти в раздел. Теперь будем подавать через вашу учетную запись портала госуслуг. Ее также можно сделать в МФЦ. Только учетная запись на госуслугах дает возможность подать иск в суд через интернет. Нужны и копии документов в электронном виде. И далее при помощи работников многофункционального центра отправить это заявление не только в один из судов Ростовской области, но и в любой суд Российской Федерации. Из-за пандемии отправить иск в суд можно только почтой. А подать документы онлайн или через МФЦ большой разницы по времени нет, говорят в центре. Но не все могут сами грамотно составить заявление. Теперь в многофункциональном центре доступна бесплатная адвокатская помощь. Мало кто из нас сталкивается с судом. Я, например, ни разу в жизни не подавал сквое заявление, не знал даже, где суд находится. Но я знаю, где находится МФЦ. Я смогу прийти сюда и, получив консультацию у опытных работников, как центра, так и у наших адвокатов, уже, соответственно, подать необходимое исквое заявление. Что и сделала наша героиня. Заняла 10 минут подачи документа. Очень удобно, доступно, комфортно. Много времени не занимает. Пока обратиться в суд можно только в МФЦ Батайска. На Карла Маркса 34. Но через несколько месяцев услуга появится во всех центрах региона. Артем Тарасов, Юрий Лешко, Дон-24, Батайск. Ремонт 103 подъездов и замену 21 лифта выполнили в 2020 году за счет средств областного и местного бюджетов. Работы проходили в рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне по поручению губернатора. Оценить качество работ приехал замминистра ЖКХ региона. Чуть доработали шахту, потому что проем открывался буквально на 500 миллиметров. Сейчас поставили 650 как бы. То есть расширили проем? Да, да. Ну, доработали шахту чуть-чуть и позволило больше открывать двери. То есть мы можем понимать, что просто удобнее пользоваться. И так сделали в каждом из трех подъездов этой девятиэтажки. Также здесь установили энергосберегающее оборудование. Специальные частотные преобразователи эффективно распределяют электроэнергию в зависимости от нагрузки. Отремонтировали и машинное помещение. Здесь более современное оборудование, но меньше по габаритам. Плюс машинное помещение было в ужасном состоянии. Здесь все было покрыто плесенью, гнилью. Пришлось все это счищать, штукатурить, выравнивать стены. Потолок протекал. Также было выполнено штукатурение потолка красковой, мысленной краской. И заделка пола тоже. Здесь пришлось сделать выравнившую стяжку, потому что пол был в выбоенных весь, в ямах. Многоквартирный дом номер 77 по переулку Крепостной. 1971 года постройки. И старое механическое оборудование заменили на электронное. Все действия выполняются с помощью кнопок. Также новая аппаратура позволяет легко увидеть сбой в работе и быстро его устранить. Удалось снизить и уровень шума, который беспокоил жильцов квартир на последних этажах. Стало тише внутри подъезда. И было аккуратно, красиво. Даже руки у детей не поднимаются, пачкать, резнить лифты. Все стараются пользоваться красивым и достаточно быстрым средством подъема. Потому что два месяца пока ставили, все оценили, ходили пешком. Эти мероприятия выполняются как за счет средств собственников в рамках регпрограммы, так и за счет поддержки губернатора Ростовской области, за счет средств областного бюджета, при софинансировании местного бюджета и годового сбора собственников. Процент сбора собственников у нас традиционно в Ростовской области достаточно велик. В частности, по этим домам он превышает более 92%. А в многоквартирном доме номер 155 по улице Максима Горького сначала провели капремонт фасада, крыши и внутридомовой инженерной системы электроснабжения. А в 2020-м отремонтировали три подъезда. Оштукатурены стены, естественно, приведены в порядок. Покраска, покраска, подделка, покраска полов и другие работы, которые связаны со строительством. В 2020 году в рамках поддержки ветеранов Великой Отечественной воды в честь 75-летия были выполнены работы по замене 21 лифта в 11 многоквартирных домах на территории Ростовской области. Также было отремонтировано 103 подъезда в 25 многоквартирных домах, также там, где проживают наши ветераны. Всего в 2020-м капитально отремонтировали 1230 многоквартирных домов. В планах этого года показатель перевыполнить и сдать 2000 многоэтажек. Разделяй и помогай. В Аксае прошла экологическая акция. Средства от переработки и утилизации пластика, батареек, металлических банок, стекла и макулатуры пойдут на помощь приюту для животных. Экологическая акция по раздельному сбору мусора проходит в Аксае уже в третий раз. Ее проводят Центр молодежных инициатив и региональный оператор по обращению с отходами. Экомобиль приезжает каждую вторую субботу месяца и работает в течение трех часов. Я на первую акцию брала своего сына, ему пять лет, и он мне говорит, мама, ну он такой красивый этот экомобиль, ну давай тоже участвовать. Мы так-то, ну как бы пластик мы сортировали, потому что стоят для сортировки, мы относили. Но мы не знали, куда девать там батарейки, мы не знали, куда отдавать эти стеклянные банки, особенно вот из-под кофе, да, банки которые. Принимают здесь не любой мусор, а только вторсырье. Пластик, батарейки, металлические банки, стекло и макулатуру. Мама с детства меня как-то приучила сортировать мусор. Стараюсь какой-то ненужной макулатуры, там со школы, может какие-то тетрадки, коробки. Ну в ящик дальний откладывать, чтобы такую возможность взять и принести. Батарейки также, пластмассовые бутылки. За полтора часа экоактивисты заполнили эко-мобиль почти на треть. Больше всего места занимают, конечно, коробки и бумага. Здесь даже пластик сортируют по разным маркировкам. Два, три и четыре. Улов аккумуляторов тоже немалый. Некоторые собирают батарейки годами, не зная, куда утилизировать эти опасные отходы. Думали, может в магазинах или куда, не знали, куда взять. А здесь узнали, решили сдать батарейки, чтобы экологию все-таки. Зачем выкидывать и портить экологию нашу? Кстати, дальнейшая судьба батареек – путешествие в Челябинск. Именно на Урале происходит их утилизация. Пластик отправляется на переработку в Ростов и Краснодар. Остальные отходы перерабатываются на месте. Акция носит не только экологический характер, но и благотворительный. Сбор дает некие средства. Был вопрос, куда направить. Либо это на развитие нашего центра, либо на какую-то благотворительность. И так как в Большом Лагу существует приют для животных, о нем достаточно мало известно. И он небольшой, но им очень нужна помощь. И мы решили направить эти, хоть и небольшие средства, но туда. По итогам этой акции волонтеры собрали больше центнера макулатуры, 16 килограмм пластика, 20 килограмм стекла, 75 килограмм металла и 1750 батареек. Кто-то помимо отходов принес и корм животным. На память всем участникам вручили сертификаты. С 1 января этого года проверку права на бесплатную парковку для инвалидов проводят на основании сведений Единого федерального реестра. Напомню, ранее для подтверждения использования знака «инвалид» на автомобиле нужно было предъявлять документы госавтоинспекторам. Наш корреспондент Елена Сарксян вместе с сотрудниками ГИБДД вышла в рейд и узнала, как работают новые правила. Есть ПДД. Люди должны их соблюдать, используя транспортное средство. Я понимаю. Я достаю, ложу, его видно. Дмитрий пользуется парковками для людей с ограниченными возможностями здоровья уже давно. По словам мужчины, он часто перевозит своего ребенка-инвалида. И специальное место для остановки помогает ему сократить время на поиск автостоянки. Сегодня он передвигается по городу без опознавательного знака. Я считаю это невозможным постоянно брать ее и крепить на заднее стекло. Поскольку я сам не инвалид, я не могу все время ее возить. В федеральном реестре инвалидов транспортное средство мужчины еще не зарегистрировано. Он слышит об этом впервые. Но отмечает, что лично для него система удобная. Это очень удобно. Подъехал сотрудник, он даже по номерам видит, в базу зашел, что эта машина может здесь парковаться. Будем регистрироваться. По словам пенсионного фонда, зарегистрировать свое транспортное средство для получения льготной парковки несложно. Процедура доступна онлайн через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте федерального реестра инвалидов или в МФЦ. В заявлении указывается информация о номере транспортного средства, его марка и срок, в течение которого планируется осуществлять парковку на льготной парковке. Этот срок не должен быть больше, чем срок установления инвалидности. Если инвалидность установлена бессрочно, то указывается 31 декабря 1999 года. В течение 15 минут в системе уже появляется информация о транспортном средстве. По словам госавтоинспекции, для того, чтобы воспользоваться льготным парковочным местом, недостаточно быть зарегистрированным в федеральном реестре инвалидов. Нужно еще иметь опознавательный знак, для того, чтобы машину не эвакуировали, а водителя не привлекли к административной ответственности. Изначально мы проверяем наличие непосредственно опознавательного знака «инвалид». Ну и, конечно же, в том числе мы проверяем транспортное средство по соответствующей базе, по реестру. И определяем, действительное транспортное средство внесено и находится транспортное средство на парковочном пространстве вне нарушения требований правил дорожного движения. Если же присутствует знак, но отсутствует непосредственно в реестре, то это является одним из оснований для эвакуации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности. Сегодня наша съемочная группа вместе с сотрудниками госавтоинспекции вышла в рейд по парковкам Ростова-на-Дону для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нарушителей нашли сразу. Данное транспортное средство стоит на парковке для инвалидов. В связи с тем, что у него отсутствует знак инвалида, мы эвакуируем данное транспортное средство. Штраф будет составлять 5000 рублей. А другой владелец автомобиля, стоящего на той же парковке, правила не нарушил. Нарушение ПДД не установлено, то есть наклеен знак инвалид. Проверили по базе, в реестре она состоит. Зарегистрировать свое транспортное средство и приклеить опознавательный знак не займет много времени. Зато поможет избежать эвакуации штрафа. Елена Сарксян, Артем Черных, Дон-24, Ростов-на-Дону. Смотрите в следующей части нашего выпуска. Дорога жизни, хлеб из опилок и постоянный голод. В Донской столице вспоминают блокаду Ленинграда. Как спастись от интернет-аферистов? Расскажем о способах мошенничества и методах защиты. Уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам возбуждено в Ростовской области на минувшей неделе. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до двух лет лишения свободы либо принудительной работы на тот же срок. Какая ответственность может грозить за призывы к несанкционированным акциям и участие в них, рассказал ведущий эксперт Института национальной безопасности и права Сергей Воронцов. Для тех, кто будет вовлекать несовершеннолетних, противоправные действия, которые могут нанести вред их жизни и здоровью. Вот это тоже очень достаточно интересная статья. Она применяется в том случае, если использовались информационно-телекоммуникационные средства, имеется в виду интернет и так далее, то эти лица тоже подпадают под эту статью, где ответственность выражается в штрафах достаточно больших и, простите, работах. По данным Следственного комитета, всего по России идет расследование более 20 уголовных дел по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января. Ну, когда возникают такие ситуации, надо же соображать, надо понимать, что они еще не взрослые люди, они еще несут соответствующие ответственности за эти действия, которые они проводят, и это, разумеется, скажется на их будущей карьере. Об этом надо помнить. Добавлю, с 1 февраля социальные сети обязаны будут блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие ненормативную лексику. Как пояснили в Госдуме, к противозаконным относятся материалы, содержащие информацию об изготовлении и использовании психотропных веществ, сцены детского насилия, призывы к суициду и информация, выражающая явное неуважение к обществу и государству. Также к ненормативному контенту отнесут и призывы к массовым беспорядкам. На минувшей неделе прошел Международный день защиты персональных данных. Его отметили 28 января. И в некоторых странах этот праздник называют Днем конфиденциальности, когда принято вспоминать о конвенции, подписанной в защиту прав человека на неприкосновенность его личной жизни и личных данных. Однако для аферистов невнимательные пользователи сети становятся легкой добычей. Алина Зименко расскажет подробнее. Татьяна попала в руки мошенников в свой день рождения. В честь праздника аферисты отправили ей поздравления и предложили бонусы через социальную сеть, сделав копию официальной страницы банка, которым пользуется девушка. Но для этого нужно было перейти на сайт, в котором должны были указать фамилию и имущество, свой номер телефона и код, который придет на этот номер. С учетом, что больше никуда его отправлять нельзя, естественно, указывать его нигде нельзя, кроме этого поля. Только спустя время, зайдя в мобильное приложение банка, Татьяна обнаружила денежные переводы, которые не совершала. Деньги студентки поступили на счет двум неизвестным лицам. Мошенники воспользовались ее персональными данными, чтобы обогатиться на крупную сумму. Да, 4 тысячи сняли с моей карты первый раз на имя одного человека пользователя, и второй раз такая же сумма, но уже на другого человека. Сотрудники банков настоятельно рекомендуют тщательно проверять информацию из социальных сетей и безопасность сайта, который предлагает те или иные услуги. Что касается различных акций, предложений в социальных сетях, то банки, конечно же, ведут коммуникации со своими клиентами только в официальных каналах. Это официальные мессенджеры, либо официальные чат-боты. Они все помечены определенным галочкой о том, что эта группа подтверждена и проверена. И, конечно же, мы никогда не будем предлагать специальные предложения, которые несут финансовые потери. Безопасность персональных данных клиентов – одна из важнейших задач каждого банка. Чтобы сберечь финансы, можно воспользоваться разными услугами, например, искусственным интеллектом. Существует система искусственного интеллекта, которая мониторит транзакции. И если есть какое-то подозрение, то специалист колл-центра, который работает круглосуточно, связывается с клиентом и уточняет, его ли это операция или нет. Может быть, стоит заблокировать карту. Это тот социальный ответственность, который есть у банка для того, чтобы обезопасить клиента в очередной раз. Но мы также просим и клиентов быть финансово грамотными. Просто совершать обдуманные действия, а не поддаваться на акции, спецпредложения и такие сиюминутные спонтанные покупки, которые могут принести не радость, а огорчение. Аферисты разрабатывают различные схемы, чтобы украсть персональные данные человека для собственных целей. Многие из опрошенных ростовчан также столкнулись с похожими проблемами. Я хотел купить электросамокат, перевел деньги. Там была функция типа безопасная покупка, и в итоге она оказалась небезопасной по итогу. Ну и какой итог был? Ну, я потерял 25 тысяч. Очень часто звонят, представляется служба безопасности известного всем банка, и я понимаю, что это не этот банк, это мошенники. Ну, знаете, вот когда взламывают страницу ВК и со взломанных страниц пишут, просят там перевести денег на счет или что-нибудь подобное. Например, самый банальный – рассылка спама, где приглашают что-то купить, на что-то подписаться, на чем-то заняться. Злоумышленники не всегда довольствуются общедоступной информацией. Они прибегают к услугам черного рынка, где можно купить личные данные – от паролей в соцсетях до документов и данных банковских карт. Согласно исследованию антивирусной компании, цены на такие базы варьируются от 50 центов до 500 долларов. Способы мошенничества активно развиваются, и чтобы не попасть в руки аферистов, нужно совершать в сети только обдуманные действия. Алина Зименко, Артем Черных, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Дорога жизни, коридор смерти, дымчатые кошки, праздники под бомбежки немецкой авиации – все это символы осажденного Ленинграда, как и еще два – голод и паек блокадного хлеба. Это в 10 раз меньше суточной нормы еды для обычного человека. Люди чаще умирали от голода, а не от бомбежек, рассказывают волонтеры всероссийской акции «Блокадный хлеб». Она проходит в каждом городе и районе области до 29 января. Участники узнают, сколько и кому полагалось хлеба в осажденном городе и получают памятные 125 граммов. Ты трогаешь руками, ты понимаешь, на что человек мог рассчитывать, да, в условиях холода, в условиях неопределенности, в условиях постоянного страха, постоянных бомбежек, когда уходили родственники, близкие, друзья, соседи. Среди участников акции есть и те, чьи родственники знают о блокаде не понаслышке. У меня прадедушка участвовал в поставках продовольствия через Ладожское озеро, возили грузы на полуторках. Всегда он вспоминал, что очень часто многие его товарищи не просто не доезжали, потому что вся эта дорога так называемой жизни сопровождалась многочисленными обстрелами. Под них по дороге жизни единственному тогда доступному пути из города спасли почти миллион человек и наладили снабжение ленинградцев. А дымчатые кошки, привезенные из Ярославской области, боролись с крысами, которые доедали и без того скудные запасы. Футбольные матчи и праздники, в том числе Пасха, символы стойкости духа ленинградцев на протяжении всей блокады. Окончательно город освободили в 44-м, 27 января. В эту страшную блокаду, которая длилась 872 дня, погибло более 700 тысяч мирных граждан, именно мирных жителей. И на самом деле у очень многих нынешних жителей Дона есть те люди, с кем связаны блокадные инфраторы. Родственники, близкие, дальние, дедушки, прадедушки, прабабушки. С хлебом связаны и подвиги, и потери. В феврале 42-го, в самую суровую, голодную и холодную зиму, пекарь Даниил Кютинин умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Ржаная мука, целлюлоза, жмых и обойная пыль. У блокадного хлеба не было особого вкуса и запаха свежей выпечки. Но для ленинградцев он был больше, чем просто пища. Это был символ жизни и надежды на то, что все ужасы войны скоро закончатся. Артем Тарасов, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. И пока взрослые пробовали блокадный хлеб, дети читали письма своих сверстников из Ленинграда. Их привезли в Ростовскую область по проекту «Эстафета памяти». Поисковики из Питера передали 47 писем военных лет. Но среди них особенно трогательные детские. Письма подруги Риме от разлученной с ней блокадой в Ленинграде Жени Лурье. На днях она опять потеряла все хлебные карточки. А что самое главное, так что она перестала читать. А книги помогали сохранить желание жить. Это Женя пишет о Маринке, которая стала совсем сумасшедшей и без конца теряет карточки. Письма случайно обнаружил поисковик. Александр Немцев купил квартиру у той самой подруги, Риме Полбенниковой. И в одной из коробок увидел фронтовые треугольники. Та часть текста, которая выщеркнута, та, которая запрещена, она либо вырезана, либо она чернилами замазана. Вот это, наверное, самый яркий пример описания того времени. То есть узнать, что осталось за кадром, что осталось в этих письмах, не переданным своим родственникам, это, наверное, для меня было самым интересным. Но и то, что в кадре ужасает в полном отчаянии, Женя пишет, что мама заболела, а помочь некому. Расшифровать детский почерк помогла учитель истории Алия Першина. Такие письма мало похожи на сочинения, и отстраниться от личной истории девочки Алия не смогла. Особенно тронула описание болезни и смерти мамы. Я думаю, что она так же, как и все мамы в блокадном Ленинграде, она большую часть своего пайка оставляла своим детям. Женя в полном отчаянии пишет своей подруге, и она говорит о том, что родственники оказались на самом деле не теми, за кого мы их принимали. То есть они не помогли совершенно. Вместе с сестрой их эвакуируют в Красноярск. И там случается чудо-встреча с отцом-фронтовиком в местном госпитале. Не получали вестей друг от друга 8 месяцев. С кем ты думаешь, мы здесь встретились? Ни больше, ни меньше, как со своим папочкой, Лудеем Михаилом Марковичем. Можешь себе представить наши чувства, когда две несчастных беспризорницы, считающиеся уже 9 месяцев по дорогам Союза, вдруг нашли дом и отца. А это последнее сохраненное письмо, полученное семьей Римы, но уже не от Жени. Из Ленинграда пишет, что 8 мая пошли слухи об окончании войны. Все горожане ждали объявления о победе и не ложились спать. И только 9 мая часов 2-3 ночи объявили по радио, что война с Германией закончилась. От Радики я даже больше не мог и заснуть. Римма Полбенникова умерла несколько лет назад, а Женя Лурье переехала в Латвию и скончалась там в 97-м. Сейчас там разыскивают ее родственников. Кто знает, может девочка Женя также бережно сохранила и письма Римы в блокадный Ленинград. Они передали эти две папки для того, чтобы мы в Ростове-на-Дону с нашими учениками школ, участниками движения узнали именно и прожили вот тот период времени, самый тяжелый, самый мужественный. 900 дней блокадного Ленинграда. Эти письма пробудут в регионе еще две недели. Потом эстафета памяти отправится в другие города. Такой была прошедшая неделя в Ростовской области. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии был Всеволод Гимбут. Увидимся через неделю. Приступ бронхиальной астмы может возникнуть неожиданно. Поможет ингалятор «Алмаз». Возьмите астму под контроль. Дышите свободно. Спрашивайте в аптеках «Югфарма» и «Социальная аптека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова